Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В чём смысл жизни, если страна умрёшь? Ненавижу себя за то, что не умею радоваться жизни и любить людей. Ненавижу ни животных, ни природу, ни людей, ни жизни в специальной болезни. Потом, в итоге, страна смерть. Какой смысл, если статистику остыть, что у России на трамесе по количеству самоубийц? Значит, многие, как и я, устали от жизни. Жизнь ради денег, которые проводятся в плен, как твоя тела, не верю в вечную жизнь и вечную душу. Это чушь и бред сумасшедшего. Работаю, получаю деньги, трачу. Но в итоге радости нет. Причём врачу не на себя, а на подарки другим. Они говорят, нам это было не людьми, то есть в итоге смысла нет ни во мне, ни в чём. Всё равно тело озарует могилу, если повезёт. Конечно же, а то и не забрать из морга, как в детстве в садиков, прикол интересный. Конечно, из старости даже всё равно умрёшь. Такой вот вопрос у нас немножечко комками получился. Вот. Ну что же. Хочется сказать, да? Много здесь у вас обесценивающих подавляющих тенденций, я бы сказал, что они довольно сильные. И я бы сказал, что вам имело бы смысл обратиться к врачу-псекретру-клиническому психологу для того, чтобы провериться на наличие у вас или отсутствие у вас депрессии. Там ещё очень похоже на депрессию. То, что вы описываете, по крайней мере. Вот. Причём, ну, я не скажу, насколько сильно, да, просто. Ну, именно вот. Что у депрессии бывают ещё, как бы, ну, формы, степень. Лёгкая, лёгкая, по-моему, средняя и тяжёлая. Не берусь сказать, какая форма у вас, потому что я не врач. Ну, я бы как-то вот, ну, выделил бы этот момент, да, показать вам, что, что, ну, вот, как-то депрессивное состояние, да, и депрессия у вас, ну, на мой взгляд, присутствует. И присутствует, ну, достаточно, достаточно сил. То есть, опять же, я не претендую на истину, да, я не знаю. Вот, может быть, я ошибаюсь, да, может быть, я не прав, но вот провериться, кто-то неплох. Второе, следующее, что бросается в глаза, это следующий момент, который бросается в глаза. Ну, вы говорите о том, что тратить, значит, деньги на подарки людям, которым, ну, которым они не имеют. Вот, это довольно-таки такой показательный момент, потому что вы, получается, не тратите деньги на себя, а вы, получается, тратите деньги на других. И, интересно, в этом смысле, для чего вы это делаете. То есть, такое ощущение возникает, по крайней мере, у меня, у, ну, у вашего, так скажем, покорного слуги возникает такое ощущение, что, как будто бы вы здесь профлексируете, то есть, делаете для других то, что вы хотите. То есть, вам, как раз, и надо было бы, и надо было бы себя показывать. Вам, как раз, и надо было бы для себя это все сделать. Для себя, да, порадовать, да. Так получается, что вы живете, по сути, просто, для других, да, другим, не надо выразить ролик. Вот. Дальше. Значит, от вашего текста очень сильно исходит агрессия, очень сильная агрессия чувствуется, очень сильно чувствуется, такая прямо злость и много боли. Эти чувства, эти чувства они не могут вас не разрушать, на мой взгляд, скромные, опять же. Вот. Эти чувства не могут вас не подавлять, вот. И, на мой взгляд, эти чувства необходимо вам заметить и править. Вот. Хотя, вы, вероятнее всего, вероятнее всего, вы не согласитесь с тем, что у вас есть эти чувства. Вот. Почему-то мне так кажется, что вы не согласитесь с тем. Но, тем не менее, я это почувствовал, значит, что-то такое есть. То есть, есть, как минимум, вот, те чувства, как я говорю. Дальше. Значит, вы, что, собственно говоря, сделаете, да? Что вы сделаете? Вы все обецениваете. Вот. Ну, то есть, вот просто вы взяли, да, и, как бы, все обецениваете. Обеценивание не возникает на ровном месте. Обеценивание не возникает от большой боли, от разочарования, от чувства стыда, от недостойности. То есть, такой, вот, знаете, стыд, как бы, за самого себя. Или за саму себя. Вот. То есть, есть такое ощущение, что вы очень сильно как-то, вот, саму себя стыдитесь. Если это так, если это так, то вам, конечно, нужно, на мой взгляд, с этим поработать. Вот. То есть, вам необходимо работать вот с этими, ну вот, с этими, так скажем, тембенциями, о которых я говорю сейчас. Почему? Потому что вам это мешает, мешает вы. Вас это, значит, ну, истощает, так скажем. Следующее, о чем хочется сказать. Вот вы, по моим ощущениям, вот, именно по моим ощущениям, вы довольно сильно истощены. Точно тут такой, довольно, довольно интересный момент, получается. А, на что вы тратите свои силы? Ну, то есть, буквально, буквально, на что ваши силы уходят. Вот. Ну, они-то на что-то уходят, да? То есть, вы чувствуете, что вам ничего не хочется. Это, извините, это чувство человека, который устал. Устал. Вы понимаете, да? Это чувство человека, который устал. И устал очень сильно. Вопрос только в том, от чего вы устали? Вот. Не в смысле, не в смысле того, что вы не должны уставать, нет, не в смысле, а именно в смысле того, на что здесь и сейчас уходят ваши силы. Прям вот, буквально, буквально, прям буквально, на что уходят ваши силы, на что они тратят свои ваши силы, вот куда они расходуются, на борьбу с чем они расходуются. Это очень важно нам это. Потому что это непосредственно то, с чем вы расходуете прямо сейчас, в эту секунду. Ну, на мой взгляд, опять же. Вот. А, значит, что вы предлагаете? Ну, нам. Что вы предлагаете? Вы предлагаете нам поискать смысл. Ну, за вас. Как бы за вас. Вот. Вы предлагаете, чтобы мы за вас поискали смысл. Ваш. То есть предлагаете нам ответить на вопрос, в чем смысл. На самом деле это бесполезно. На самом деле это не имеет вообще никакого смысла. Как это не предлагается нам лучше. Потому что, что бы мы вам не сказали, вы будете оплатироваться. Вы будете, вы будете саботировать. Почему? Почему? Дело в том, что человек в подобное состояние сбегает. Он сбегает. Он сбегает по-другому. А вы? Вы. Именно что сбегаете в это состояние? В состояние депрессии, да. В состояние такого. Тотального обесценивания. Вы сбегаете от него. Вопрос. Да, вопрос. Хороший вопрос. От чего? От какого-то вызова? От какого-то противоречия? Вы убегаете? Пока не понятно. Ну, само собой. Пока не я. От чего вы сбегаете? Но, то есть, избегаете, это абсолютно просто. Какой-то есть вот у вас, ну, в этом смысле, внутренний конфликт. Какой внутренний конфликт? Пока не ясно. Тут, ну, нужно это поисследовать, чтобы, ну, чтобы понять, о каком конкретном внутреннем конфликте здесь идет речь. Но, тем не менее, очень важно это поисследовать. Крайне важно, чтобы помочь и, собственно, дать вам какую-то обратную помощь. Вы убегаете от своих чувств. Ну, в своем состоянии. Вы убежите от своих чувств. Подавляете их, боитесь их. Не выражаете их. Условно говоря, условно. Вот то, что вы описываете, да, представляет из себя такой тотальный акт подавления. А обесценивание, которое вы чувствуете, которое вы ощущаете, это следствие. Но не первая причина. Это не первая причина. А первая причина именно... Подавление. Вот. Вот. И да, чтобы... Как-то... Как-то... Легче... Было подавлять. Вы используете обесцены. Так просто. Вот. Понимаете, переубеждать и спорить с вами относительно. Относительно того, что... Есть смысл? Или нет смысла? А... Лично я, например, не буду. Если вы хотите меняться, если вы хотите измениться, обращайтесь. За помощью. В смысле. И мы вам поможем измениться, научиться. Научиться. А... Ну... Научиться... А... Чувствовать жизнь. Научиться... Не обещать от нее. Мы вам... Мы вам поможем это сделать. Если вы хотите. Вот. А если нет? Если не хотите. И если вы... Написали... Как-то вот... Своё... Сообщение... Больше... Для того... Чтобы... Ну... Доказать себе... Что-ли... Убедить... Себя в чем-то. Убедить... А... Ну... Эта история... Не совсем... Про... Данный ресурс. Вот. Эта история... Не совсем... Не совсем... Про... Ммм... Ну... Про ваше обращение... Эээ... Гру... Грубо говоря... Эта история... Больше... Про... Какое-то такое... Хотя... Не знаю... Борьбу... Ээ... Ээ... Вот... Но не про... Эээ... 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 Какую-то помощь... Эээ... Эээ... Ээээ... Ваа... не про конструктивное что-то, а не в чем другом, например, я участвовать не хотел бы. Как не хотел бы, в принципе, с вами бороться. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос, который вы заболете. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! И обращайтесь. Обращайтесь, пожалуйста, за помощью. Вам она. Мы для помощи. Пригадят. Удачи! 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 Удачи!